В этом году победителями краевого конкурса на звание лучшего органа территориального общественного самоуправления стали представители сразу трех поселений нашего района. Первое место заняла председатель ТОС-4 Анна Мойса из хутора Нищедимовского. Второе место у Татьяны Пуксенко из Славянска-на-Кубани. И третье место заняла Светлана Брагина из хутора Прикубанского. Победители конкурса получат субсидии из краевого бюджета, которые будут потрачены на дальнейшее благоустройство территории в границах ТОСа. Органы территориального общественного самоуправления ТОСы стали отличным связующим звеном между жителями и представителями власти всех уровней. Лучшие ТОСы участвуют в конкурсах и награждаются премиями, которые используются для благоустройства. Это усиливает желание работать еще лучше. Председатель территориального общественного самоуправления хутора Нищедимовского протокского сельского поселения Анна Мойса хорошо известна не только в Славянском районе, но и в Краснодарском крае. На ее счету много добрых дел, успехи на краевых конкурсах, название «Лучший орган территориального общественного самоуправления». Вот и сейчас она заняла первое место в этом конкурсе по итогам 2023 года. Постановлением губернатора Кубани ей объявлена благодарность. Благодаря нашей квартальной Анне Павловне Мойса ведется большая работа с населением. Она очень активно сотрудничает и с клубами, и с людьми хорошо, люди хорошо относятся к этому. Поэтому дети у нас тоже очень активные, приходят на площадки. Благодаря этому она заняла первое место в крае, получила миллион рублей на спортивную площадку. Она востребована, эта площадка будет, конечно. Люди ждут этот конкурс, относятся к нему с большим интересом, гордятся достигнутыми результатами. Это еще раз подтвердилось при встрече с Анной Мойсой, с жителями хутора, на прекрасной детской игровой площадке, которая была открыта здесь благодаря реализации проекта по краевой программе инициативного бюджетирования. Активная позиция руководителя ТОСа и поддержка жителей дали возможность победить в краевом конкурсе. Призовые средства будут использованы для строительства новой спортивной площадки в хуторе Нищедимовском.